Результаты по текущему году, по 2024 буду озвучивать как производственные, так и результаты по мелкоделяночным испытаниям. В этом году у нас сортовой состав еще расширился, итого 221 сорт в испытаниях. Это именно сорта, зарегистрированные в госсорткомиссии. Помимо этого мы тестируем еще и новейшие селекционные достижения, которые переданы на госиспытания, но все еще не попали на госучастки. Сортов мягкой пшеницы у нас 100, 13 сортов твердо испытываем, двух селекционных центров и АНЦ Донского и Национального центра зерна. А мягкая пшеница это у нас Ставропольский институт, Краснодарский, АНЦ Донской и отдельные селекционные центры, которые у нас на Европейской части России. Что касается ячменей, это два селекционных центра, третикалия один, горохи здесь иностранная российская селекция. Ну все, практически большинство сортов, которые возделываются в Европейской части России. И чешская, австрийская, немецкая, французская и российская с этого года появилась и российская селекция в том числе на испытаниях у нас впервые. Так, следующий слайд. Итак, здесь будут выдержки по нашим хозяйствам, по кластерам. Регион Дюк это у нас Зерноградский район. Здесь урожайность средняя у нас составила 5,87, то что было озвучено ранее. И, соответственно, выборка по сортам. Здесь постарался разбить по предшественникам. Но надо понимать, что сорта такие, как Алексеевич, Тимирязевка, Юка, Школа, Гром, это сорта, которые у нас занимают основную площадь. Это производственные сорта. Остальные сорта, те, которые по одному, по двум предшественникам встречаются, это сорта с небольшими площадями, которые частично это неудобие, частично это семенные посевы. И, кстати, вот номер один, это сорт, который мы подали на регистрацию в прошлом году. И в этом году мы впервые на госучастки отправили образцы. Это сорт Краснодон, оригинатор русская земля. И национальный центр зерна имени Лукьяненко. Здесь результат 6 гектаров. Правда, да, здесь, опять же, небольшая площадь. Но относительно всех сортов, это максимальная урожайность по данному хозяйству. Посев это по производственной технологии. В озерноградском районе по сортам стабильным и наиболее продуктивным оказались по мягкой пшенице. Это сорта Тимирязевка и Алексеич. Они имели наивысшую урожайность. Также отличный результат показал сорт Школа. Нужно понимать, что в Зерноградском районе посевы пострадали от морозов. Где-то существенно, где-то в принципе не пострадали. Поэтому анализировать производственные данные крайне неправильно будет, я бы сказал. И большой эффект на устойку восприимчивости к морозам оказал агрофон. То есть, чем выше агрофон, тем меньше восприимчивость. И система питания. Чем были накормлены растения, тем лучше они противостояли заморозкам. Ну, и опять же, заморозки были исключительно локальными. Следующий слайд. Здесь урожайность по сортам в Ставропольском крае. Здесь уже можно анализировать данные. Здесь они более корректны. Потому что большая часть сортов – это уже производство. Здесь и семенные участки, и производственные посевы. Но технология возделывания семенных и производственных в Ставропольском крае не отличается. То есть, здесь везде интенсивная технология. Сорта Федор Моне, Бумба были завезены по… Ну, и Победа в том числе по 100-150 гектаров посева. Все остальные превышают более 500. То есть, основные сорта – Тимирязевка, Алексеич, Юка, Гром и Таня. Это основные производственные сорта в Ставропольском кластере. Ну, видим, что у Победы отличный урожай. У Тимирязевки по гороху видим отличный урожай. И рядышком находится Алексеич. Это по гороху мы смотрим сейчас. И школа также очень хороший результат. Эти сорта мы будем увеличивать площади в этом хозяйстве. Ну, и если смотреть, наверное, по гороху, будет корректно. Из новинок краснодарской селекции – это сорт Победа. Ну, и в принципе, в Ставропольском крае она представлена, сортовой состав полностью краснодарской селекции. И средние качества по Ставрополю – это 12,8 по протеину на весь вал. И немножко, да, результаты похожи у нас в восточном кластере. Это Морозовский район и Цемлянский район Ростовской области, где мы после Морозов скосили 3000 гектаров. Это Вишневская и Красная Звезда вместе взятые. И, соответственно, урожайность – это после вычета уже списанных площадей. Средняя урожайность 3,19. Основные предшественники – там пары. И чуть-чуть немножко по подсолнечнику. Колоссовые – это единичные поля, поэтому здесь можно не обращать внимания. Основное – это пары смешанные и химические. По химпарам результат хуже, стабильно хуже. Мы от них будем отказываться переводить их на минимальную обработку почвы, так же, как и по смешанным парам. Ну и надо понимать, что по химпарам это вынужденная мера. То, что некоторые поля, ну, их нельзя обрабатывать, в принципе. И поэтому там ноль. Это неудобие, это поля с низким плодородием. И, соответственно, здесь сортовой состав у нас немножко отличается. Основное, конечно, это краснодарская селекция. И уже в течение двух лет мы сотрудничаем с Айн Садонским. И здесь в сортовом составе у нас представлено 4 сорта. Это раздолье, амбар, полина и премьера с прошлого года. Но она зашла в питомники. Она зашла в питомники. Здесь, ну, ориентироваться можно, конечно, по урожайности, по парам. Но в любом случае нужно понимать, что локальность повреждения морозами, она очень сильно сказалась на урожайности сортов. Поэтому, ну, учитывая нашу аналитику, из сортов АНЦ Донского раздолье премьера показали хороший результат. Из краснодарской селекции здесь традиционно у нас Алексеевич Тимирязевка. Хотя Алексеевич рискованно сеять по морозостойкости в этой зоне мы сеем, но ограничено. Алексеевич Гром, Тимирязевка, Юка. И будем увеличивать школу. Лауреат у нас на юге, и лауреат – это специфичный сорт. Мы сейчас по аналитике, сейчас, по настоящей аналитике сейчас продолжим. Это у нас данные по производственным посевам. Мы показали полностью сортовой состав, что мы сеем в наших просторах на всей площади озимой пшеницы. Итак, далее уже идут данные по мелкоделяночным испытаниям. Они у нас размещены в этом году. Блок озимых пшениц был размещен в четырех точках. Две зоны по Зерноградскому району, одна в Морозовском и одна в Ставрополе. Здесь урожайность по гороху. Это участок, это желтая зона по нашей градации. То есть, средний уровень плодородия. Это не самое лучшее поле, но при этом это предшественник горох. Срок был сева поздний, и, соответственно, результаты для мелкоделянки достаточно низкие. Принцип сорта были разделены на три группы по урожайности. Первая группа – это у нас топ-10. Вторая группа – это выше средний до топ-10. И, соответственно, третья группа – это ниже средний. Средняя урожайность, исходя из опыта. Итак, сорта по гороху. Гомер, Тимирязевка, Таврида – это новый сорт. И у нас в производстве он был посеян питомник на Супер-Элиту. Там мы не увидели большой урожайности, но, опять же, надо понимать, что там была низкая норма высева. У нас не сложилось. Также Краснодон, Таня, Эмма – тоже новый сорт. Юка и Лауреат также остаются с хорошей урожайностью. Что касается стабильной урожайности, здесь большинство сортов, которые у нас находятся в Ростовской области, в Краснодарском крае, в семеноводстве и в производственных посевах. Ну, а в урожайности сортов ниже среднего уже нужно обращать внимание, что тот же еланчик у нас находится в конце по урожайности. И это достаточно обоснованно. Это сорт ранней группы. Он не отличается высоким потенциалом урожайности. У него свое назначение. Это сорт высокого качества и сорт для ранней уборки. И при этом он достаточно универсальный по размещению по предшественникам. Итак, следующий предшественник, также Зерноградский район. Это уже зеленая зона, то есть плодородный участок, а предшественник жесткий. Это подсолнечник. У нас, кстати, был еще один участок размещения сортов. Это плохой участок по хорошему предшественнику, красная зона. У нас там перемерзла пшеница в Зерноградском районе. А там участок мы на выбраковку поставили. Итак, здесь сорта Алексеевич, Лауреат, Тимирязевка в топе. Вот это три сорта, которые из года в год находятся в лидерах по испытаниям. Из Краснодарской селекции. Также во всех районах. Нет, нет. Здесь, мы потом посмотрим по всем. Здесь результаты именно по подсолнечнику Зерноградский район, 24-й год. 24-й год. И при этом это хорошая зона. То есть хороший участок по подсолнечнику. И также здесь сорта. Можем обращать внимание на те, которые ниже средней. Здесь перечень сортов, которые наименее продуктивны в благоприятных условиях Зерноградского района. В южной зоне. Ну и также средняя сорта, средняя по урожайности. Здесь, ну, также достаточно известный перечень. Азимая по Азимой – это у нас Тавропольский край. Размещение также участок по Плодородной. Хорошая зона, но при этом предшественник не самый лучший. Азимая по Азимой – это полупар. Итак, сорта Лауреат, Темирязевка, Алексеевич также находятся в топ-10. И также Краснодон здесь, также был на испытаниях, тоже показал хорошую урожайность. Из новинок я бы хотел обратить внимание на сорт Бумба. Она практически везде имеет высокую урожайность и при этом сорт с высоким качеством. По нему есть ряд ограничений, конечно. То, что у него много соломы, степного экотипа, или как там, около 90-100 см высота растения достигает. Вот это является минусом. И возможно повреждение альтернарии. При задержке уборки и устойчивости к болезням здесь не самая высокая. И, соответственно, предшественники здесь желательно, чтобы были пропашены не колоссовые и не кукуруза. В принципе, ну, сорт Победа здесь не надо ничего говорить. Он всегда также находится в топе. Но те сорта, вот Победа, Таврида из новых, Эмма, вот их надо еще проверять. Ну, если говорить о производственниках, да, о производственных посевах, надо продолжать проверять. Мы второй год эти сорта уже смотрим, да, но в производство они у нас могут войти только на третий-четвертый год. Именно массовое производство. И еще один слайд. Это у нас по пару. Это Морозовский район, мелкоделяночные испытания по пару. Здесь хорошая зона, здесь уровень урожайности средний 5,17. Здесь участок слабо повредился морозами, практически не повредился, но здесь была проблема подтопления. То есть, очень долго стояла вода на участке, где у нас это все росло. Так, здесь сорта, сорта, сорта. У нас Победа, Победа у нас в топе осталась, есть наиболее известная. И здесь совершенно другой сортовой состав. В топ-10. Здесь поменялось. Ну, так же наш, наш сорт-то в лидерах снова. Мы посмотрим, что будет. Он второй год только испытывается в этой зоне. Здесь мы не рассчитывали на такие, конечно, результаты. Но что есть, то есть. И так же в лауреат Тимирязевка Алексеевич опять же находится в стабильной зоне по урожайности. Юка так же сорт. В этой зоне мы много выращиваем юки. И так же, что касается сортов, которые ниже средней. И вот сорта Яланчик, Изабелли, Кубани. Это ранняя группа опять же. Яланчик мы сеем и будем сеять. Сабербаш, кстати, мы там сеем, получаем хорошие результаты в этой зоне. То есть и школа здесь, как ни странно, дала ниже урожайность, чем среднюю. Хотя для этой зоны мы будем ее увеличивать. Отличается высоким качеством. И сейчас вспомню. Это у нас рейтинг по урожайности в среднем по году. По всем зонам выведено среднее. То есть из всех четырех участков выведено среднее. То есть лауреат Тимирязевка, Эмма, Краснодон. Вот первый блок. Это сорта, которые получили высокую урожайность, топ-10 по году. Соответственно, ниже слева это сорта, которые имеют среднюю урожайность, то есть наиболее стабильные. И справа у нас остаются те сорта, которые в этом году показали ниже урожайность. Эти данные подтверждаются данными и производственных посевов по большим, скажем так, массивам. результаты по качеству, к сожалению, мы еще не сделали, потому что это огромный объем работы. Частично получили. И что у нас? А, и вывод, кстати. Вывод по сортам, потому что, я так понимаю, это для наших зрителей, сельхозпроизводителей. И, соответственно, вывод здесь такой, что получая здесь информацию от разных сельхозпроизводителей, от селекционных центров, нужно анализировать свою зону, свое поле и принимать решения уже самостоятельно, а не на основании каких-то чьих-то конкретных данных. Ситуация такая, что в пострадавших регионах, чтобы приобрести семена, нужны еще средства для их приобретения. И это надо очень хорошо понимать. При урожайности там даже три тонны хозяйства, они убыточные. То есть людям надо платить зарплату, а не покупать семена. То есть люди, которые пострадали, они будут подрабатывать свои семена на семенных своих линиях каких угодно, соседях, чьих-то других, как бы как протравливать и высевать. Задача у них выжить, а не купить семена. Поэтому ситуация достаточно предсказуема, объективна. Без какой-то господдержки, без поддержки со стороны те регионы, которые пострадали, те хозяйства, которые пострадали, они не будут приобретать семена. И ситуация по спросу такая, что активность спроса гораздо ниже по сравнению с предыдущими годами. Потому что это связано в... Это мы анализируем, но анализируем мы Ростовскую область. Потому что в тех регионах, где кто получил урожай, кто имеет возможность приобрести, они так же будут приобретать, как и покупали. Поэтому здесь... Ну и при росте конкуренции, я думаю, рынок будет падать. Ну и надежда есть хотя бы на повышение цены товарной продукции, чтобы как-то стимулировать спрос. Редактор субтитров